Далеко не всем везет оставаться популярным долгие годы. Конкуренты готовы вышибить с поля каждую пешку, которая не успела стать дамкой. Однако некоторые артисты не гонятся за славой, а кто-то и вовсе осознанно меняет сферу деятельности. Ольга Козина, Лаки, ты меня не ищи, слова этого хита знали все, так как песни группы и правда были вирусными. После того, как продюсеры коллектива создали группу дублер, чтобы собирать больше денег, разразился скандал. Вирус, разорвали контракт и перешли к другому концертному директору. С тех пор о них перестало быть слышно, хотя они выступают по сей день. В 2011 году Ольга создала второй проект The Cats. Ирина Феофанова, фильм, частный детектив или операция, кооперация, принес актрисе известность. Кроме этого она снялась еще в десятки картин. Ирина сильно сдала после гибели мужа, взяла паузу в карьере. Со вторым супругом прожила недолго, детей у нее нет. Сегодня режиссеры предлагают Феофановой только роли мам и тетушек, но актриса не хочет больше сниматься. Она руководит детской театральной студией, и этого ей вполне хватает. Тобиас Моретти. Актер был утвержден на роль Рихарда Мозера в сериал «Комиссар Рекс» в 1994 году и полюбился зрителям. После окончания четвертого сезона Тобиас отказался продолжать съемки в связи с более интересной ролью. И сценаристам пришлось убить Рихарда. Сегодня Тобиас Моретти с семьей живет на родине в Австрии и занимается фермерским хозяйством. Гедеон Бургхарт. На место погибшего Рихарда Мозера в сериал «Комиссар Рекс» пришел детектив Александр Брантнер. Симпатичный актер завоевал сердце женской аудитории. Собаке было непросто привыкнуть к новому партнеру по съемкам, но в итоге Рекс и Гедеон подружились. Актер участвовал в сериале с 1998 по 2001 год. Сегодня он продолжает акторскую деятельность. Его можно увидеть в фильмах «Убойные новобранцы», «Охота на ведьм» и многих других. Анастасия Кочеткова. После «Фабрики звезд 4» Кочеткова с группой «Банда» колесила по стране. Позже Настя вышла замуж за режиссера Резоги Генишвили. У пары родилась дочь, но брак был недолгим. После окончания в ГИКа Настя перебралась в Америку. Сегодня Кочеткова счастлива в браке с кубинцем Мигелем Лара, от которого родила сына. В Штатах Настя окончила престижную Нью-Йорк-филмы «Кадрми» и сейчас пробует себя в качестве режиссера. Владислав Котлярский. После исполнения роли Стаса Карпова в сериале «Глухай» и его продолжениях Владислава Котлярского узнала вся страна. Однако в других ролях актер режиссерам не понравился, и о нем забыли. С 2016 года Влад счастлив с женой Викторией Балдыревой, они воспитывают двух дочерей. Сегодня Котлярский играет в театре и ведет свой YouTube-канал. Джованна Антонелли. Сериал «Клон» подарил Джованни не только мировую славу, но и сына от актера Мурила Бенисио. Влюбленные были счастливы несколько лет, после чего шумно расстались, судились и публично обвиняли друг друга. Сегодня Джованна счастлива с режиссером Леонардо Нагейро, с которым воспитывает двух дочерей-близняшек. Актриса продолжает сниматься, поет, имеет линию парфюма и бренд сумок. Мария Ивакова. Известность ведущей тревел-шоу «Орел Ерешко» продлил роман с актером Никитой Ефремовым. Влюбленные представили друг друга родителям, и поклонники ждали их помолв. Однако, в интервью Ксении Собчак-Ефремов проговорился, что не готов к серьезным отношениям. Спустя пару месяцев после этих слов пара рассталась, и Мария отправилась в путешествие по миру. Недавно на ТВ появилось новое тревел-шоу с ее участием. Бруно Гриффон. Поклонники культового сериала «Проспект Бразилии» хорошо помнят Паламу, дочь Карлоса Эдуарду и Алексе. Девочка запомнилась нестандартной внешностью. Сегодня Бруно не узнать, она стала настоящей красавицей. Девушка занимается спортом, уделяя много времени своей фигуре. Совсем недавно Бруно объявила о начале своей музыкальной карьеры. Поклонники поддерживают девушку в творчестве и не сомневаются, что у нее все получится. Татьяна Скороходова. Запоминающейся работой Татьяны Скороходовой стал фильм по прозвищу «Зверь». После расставания с актером Дмитрием Марьяновым актриса уехала домой в Иркутск, где познакомилась с оператором Андреем Закоблуковским. Ради Скороходовой мужчина ушел из семьи, но жить с любимой в Москве не желал. Татьяне пришлось оставить акторскую карьеру и вернуться в Иркутск. Пара сыграла свадьбу, у них родилось четверо детей. Субтитры создавал DimaTorzok